Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена приветствует вас на сайте. В первом полугодии 2022 года цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждые субботу и воскресенье. 15.30 по субботу курс нутрициологии. Лекции читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. В 15.30 по воскресеньям курс лечебное питание природы для восстановления здоровья. Научный руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 16.00 курс врач инфекция лицом к опасности. Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.30 курс по кардиологии. Читает Власова Надежда Леонидовна. Руководители наших направлений – это ведущие эксперты в своих областях. Вы сможете решить с ними самые сложные вопросы. Кстати, не забывайте задавать эти вопросы в окно «Вопрос электр». 17.00 курс «Актуальные вопросы от ариноларингологии». Ведут Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. 17.30 курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Андрей Леонидович Заблак и доцент Дементьев Александр Анатольевич. 18.00 курс «Нефрология». Научный руководитель Мальцев Станислав Викторович. 18.30 объединенный курс «Нефрология для медиаторов». Читает Валерий Петрович Зыков и курс «Рефлексотерапия». Читает Тян Виктория Николаевна. Доктора, мы приглашаем вас совершенствовать свои знания на нашем сайте. С нами всегда просто и удобно. 19.00 курс «По общей врачебной практике». Читает Стримахов Анатолий Анатольевич. 19.30 курс «Избранные вопросы эндоскопической урологии». Читают Шатохин Максим Николаевич и Борисенко Геннадий Георгиевич. 20.00 по воскресеньям. Курс «Живые легенды». Уникальное интервью с горефеями медицины. Также приглашаем вас присоединиться к вебинарам нашего традиционного партнера «Ассоциации педиатров» на сайте www.edodefispediatrics.com Научный руководитель Ирина Николаевна Захарова. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefiscerano.ru До встречи, выходные! Ассоциация «Серано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Серано» образование станет ближе и удобнее. Что такое «Серано»? «Серано» – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш Сирано. Уважаемые коллеги, добрый день. Тема сегодняшнего выступления – специализированное лечебное и профилактическое питание в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Чрезвычайно актуальная тема, потому что мы знаем, что среди факторов, которые играют значительную роль в развитии течения заболеваний желудочно-кишечного тракта, наряду с нарушением микробиоциноза кишечника, воздействием экологически неблагоприятных факторов, генетической предрасположенностью, стрессами, играют значения и такие факторы, как несбалансированное по соотношению основных макро- и микронутриентов питание, снижение содержания пищевых волокон в продуктах в связи с недостаточным потреблением фруктов, овощей и, конечно, несоблюдение способов приготовления пищи. Все это может как вызывать развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, так и поддерживать их в состоянии обострения и способствовать частым рецидивам. Вот в среднем во всей популяции Российской Федерации, которая насчитывает примерно около 147 миллионов, количество людей, которые нуждаются в диетотерапии вследствие имеющихся у них заболеваний желудочно-кишечного тракта, превышает 110 миллионов. То есть это огромная вот такая аудитория, которая нуждается в лечебном питании. Это обязательный метод комплексной терапии. Основоположником этого метода диетологии является Певзнер, который говорил о том, что питание – это основной фон, на котором следует применять другие терапевтические факторы. И обращал внимание на то, что если нет лечебного питания, то иррационального лечения мы провести не сможем. То есть лечение не будет столь эффективным. Лечебное питание строится на основе данных по физиологии, биохимии, гигиене питания, на знаниях о роли отдельных пищевых веществ и продуктов, о значении сбалансированности их в пищевом рационе, на значении режима питания. И, конечно, лечебное питание опирается и на представление о причинах, патогенезе, формах течения заболеваний, особенностях пищеварения, обмена веществ у здорового человека и у больного человека с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Необходимо отметить, что лечебное питание, во-первых, может быть вообще главным методом лечения. Например, при врожденных или приобретенных нарушениях усвоения отдельных пищевых ферментов, например, при кишечных ферментопотеях. Или одним из основных методов, например, при многих заболеваниях органов пищеварения, почек, при ожирении, инсулинозависимом, сахарном диабете и так далее. В других случаях лечебное питание усиливает действие различных видов терапии, увеличивая эффективность лечения в целом, предупреждая осложнение и прогрессирование заболевания. Это такие патологии, как хронические заболевания печени, недостаточность кровообращения, мочекаменная болезнь, подагра, инсулинозависимый сахарный диабет и другие. Например, при гипертонической болезни лечебное питание – это один из основных базовых методов лечения и базовый метод вторичной профилактики, немедикаментозной. Также при таких заболеваниях, как инфекционная патология, туберкулез, послеоперативное состояние, при ожоговой, лучевой болезни, лечебное питание способствует повышению защитных сил организма, хорошему восстановлению поврежденных тканей, ускорению выздоровления и снижает риски трансформации в хроническую форму данной патологии. Итак, Певзнер Мануил Исакович, профессор, который был основоположником учения о лечебном питании, разработал в свое время 15 диетических столов от нулевого до пятнадцатого, которые мы с вами очень хорошо знаем, но в 2003 году они были упразднены, и вместо них в учреждениях медицинских были внесены пять вариантов стандартных диет, которые представлены на данном слайде, основной стандарт, вариант стандартной диеты с механическим и химическим щежением, вариант стандартной диеты с повышенным содержанием белка, с пониженным количеством белка и с пониженной калорийностью. Но в любом случае эти варианты стандартных диет, они соответствуют определенным столам по Певзнеру, если кому-то так удобнее ориентироваться. И хочу также обратить ваше внимание, что любые клинические рекомендации, которые мы применяем, когда проводим лечение той или иной патологии, всегда первым шагом лечения предполагают диетические рекомендации, особенно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, но и ассоциированных состояний тоже. Например, при кислотозависимых и хеликобактер пилори, ассоциированных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, заболеваниях кишечника, мы рекомендуем механический, химический и термически щадящую диету. При заболеваниях печени и желчеводящих путей рекомендуем ограничить жирную, жареную, острую, соленую и другую пищу, которая влияет патологическим образом на функции этих органов. При неалкогольной жировой болезни печени, ожирении, метаболическом синдроме мы обязательно начинаем лечение с коррекцией калорийности с целью снижения веса. Это основной способ лечения данной патологии. И вот давайте на модели неалкогольной жировой болезни печени в рамках метаболического синдрома немного поподробнее поговорим об этих рекомендациях по диетической коррекции. Вот, в частности, перед вами клинические рекомендации, как зарубежные, так и российские, по лечению неалкогольной или метаболически ассоциированной жировой болезни печени. И мы видим, что во всех рекомендациях базовым уровнем лечения является именно изменение образа жизни, а именно снижение массы тела, коррекция пищевого рациона, ну и физические нагрузки. Но мы сейчас про пищевой рацион. Мы рекомендуем таким пациентам снижение массы тела на 10 или более процентов для того, чтобы максимально снизить выраженность статоза. У значительной части пациентов добиться снижения выраженности воспаления и даже у части пациентов снижение выраженности фиброза. Это известное исследование, которое очень часто показывают пациенты с неалкогольной жировой болезнью печени и ожирением в течение 52 недель соблюдали диетические рекомендации. И вот именно в той группе, в которой пациентам удалось снизить вес на 10% и более от исходного, были получены наиболее значимые результаты в отношении всех показателей повреждения печени. Но хочу обратить ваше внимание, что снизить вес на 10% удается не более чем 10% пациентов. Почему? Приверженность больных к этому очень эффективному базовому методу лечения крайне низкая. И большинство пациентов не следует рекомендациям. Вот опрос 334 пациентов с кардиометаболической коморбидностью, то есть с метаболическим синдромом. Их спрашивали, почему же они не соблюдают те диетические рекомендации, которые были им даны. Посмотрите, почти 50% просто не хотят. Еще 30% говорят о том, что им мешают другие члены семьи, которые не соблюдают диету, и поэтому им трудно удержаться. Ну и, наконец, частые встречи с друзьями, коллегами, которые тоже, вероятно, проходят в каких-нибудь там местах, где тоже проходит прием пищи, напитков и так далее. Это тоже им мешает соблюдать диетические рекомендации. Еще одно зарубежное исследование, в котором оценивалась готовность больных со стеатозом, то есть с метаболически ассоциированной жировой болезнью печени, менять образ жизни и, прежде всего, конечно же, корректировать свою диету. Но вот было отмечено, что почти каждый третий пациент не заинтересован вообще в изменении образа жизни. Он не хочет вообще этим заниматься. Только 10% пациентов начали работать или готовы работать над изменением образа жизни. И в исследованиях показано, что вот приверженность этому изменению образа жизни, то есть приверженность лечебному питанию в условиях реальной клинической практики крайне низкая. Она примерно на уровне от 1 до 15%, но никак не более 15%. Вот в одном из наблюдательных исследований больные с неалкогольной жировой болезнью печени следовали рекомендациям по диете в 15% случаев, и только 10% больных с неалкогольным статогепатитом удалось снизить вес на 10%. А вот большое масштабное когортное исследование, в котором наблюдались более 176 тысяч человек с неалкогольной жировой болезнью печени, ожирением. Их наблюдали в течение 9 лет. И посмотрите, только 2% участников за весь период наблюдения достигли нормальной массы тела. Это очень тяжело соблюдать диетические рекомендации. Ну а после того, как они достигли определенных успехов и снизили вес на тот или иной процент от исходного, далее возможность сохранения этого результата крайне низкая. Посмотрите, вне зависимости от типа диеты, которую они соблюдали, спустя 5 лет сохранить достигнутый результат удается буквально единицам. А другие опять набирают вес и, как вы знаете, чаще всего даже больше, чем он был до диеты. Почему же так сложно придерживаться диеты? Какие ограничения накладываются? Мы знаем, что функциональное исчяжение желудка достигается за счет дробного питания. Это значит, прием пищи нужно осуществлять небольшими порциями, а значит, чаще, чем обычно. Используются только разрешенные продукты, которые не всегда являются вкусными и приемлемыми для пациента. Необходимо употреблять блюда в виде гомогенной консистенции, легкими для усвоения. То есть нужно варить, например, или готовить на пару, максимально измельчить и так далее. Ограничиваются в рационе продукты, которые возбуждают центральную нервную систему и которые необходимы некоторым людям для нормального их существования. Это алкоголь, кофе, чай, энергетические напитки и так далее. Рекомендуется избегать сильно горячей или сильно холодной пищи. Это тоже ограничения, достаточно серьезные. Например, совершенно невозможно употреблять мороженое. Рекомендуется исключить из рациона легко усвояемые углеводы – сахар, мучные, кондитерские изделия. То есть все десерты убираются из рациона. Это тоже, конечно же, приводит к снижению настроения и снижению приверженности к таким рекомендациям. Ну и, наконец, ограничение соли, специй и вкусовых добавок. Таким образом, необходимо серьезные ограничения не только количества пищи, но и самоограничения в отношении любимых продуктов, прием которых приносит удовольствие и от которого пациенты никак не хотят отказываться. Ну и дополнительные аспекты низкой приверженности к соблюдению диеты. Они не знают, что приготовить, они отвыкли готовить, некому готовить, некогда готовить, вообще готовить не умеют, трудно готовить то, что рекомендуется, например, варить на пару, протирать, измельчать и так далее. Молодежь не верит необходимости вообще соблюдать диету или использует какие-то рекомендации из интернета. Имеются сложности с подбором продуктов. Ну и, наконец, диетическая пища представляется невкусной, как обычно всем. Если же диета все же соблюдается, то как она соблюдается? Действительно ли все прямо вот соблюдают изо дня в день так, как это положено? Вот перед вами обобщенные результаты опросов врачей-диетологов и гастроэнтерологов. И здесь мы видим, что на дому соблюдают диету не менее одной последовательной недели не более 30% пациентов. Более 85% пациентов соблюдают диету хаотично, то есть периодически, отходят от нее очень часто. Некоторые соблюдают диету кратковременно, то есть разово, эпизодически, когда у них наступает обострение, появляются боли либо диспепсии. Вот только тогда они на какое-то время соблюдают диетические рекомендации. Но и когда они выходят на работу, то чаще всего диета все-таки нарушается. Какой же может быть выход из этого затруднительного положения? Выход есть. Это применение готового лечебного диетического питания. Итак, лечебное питание – это питание, которое по химическому составу, энергетической ценности, технологии приготовления и режиму употребления адаптировано к клинико-патогенетическим особенностям болезни и стадиям заболевания. Необходимо отметить, что существуют для лечебного питания в домашних условиях специальные готовые уже диетические и лечебные пищевые продукты. Это специально разработанные пищевые продукты с уже разработанным, заданным химическим составом, энергетической ценностью, определенными физическими свойствами, с доказанным лечебным эффектом. Они соответствуют физиологическим потребностям и характеру нарушений метаболизма больного. Существуют требования к продукции диетического, лечебного и профилактического питания. И они определены техническим регламентом Таможенного союза от 2012 года. И, конечно, когда мы выбираем подобные продукты, мы всегда должны смотреть на упаковки. Соблюдены ли эти требования? Зарегистрирован ли этот пищевой лечебный продукт в этом Таможенном союзе? Преимуществами специализированных диетических, лечебных и диетических профилактических продуктов при заболеваниях желудочно-кишечного тракта является то, что они имеют высокую функциональную активность. Имеется возможность их длительного использования без каких-либо побочных эффектов. Они совместимы с фармакотерапией, а также между собой. Продукты в этих лечебных питаниях содержатся в виде компонентов с мягким, щадящим и широким спектром действия. У этих лечебных продуктов оптимальный состав, возможность употребления в любых условиях, легкость приготовления. Чаще всего это, возможно, просто насыпаем в сухом виде продукт и разводим его кипятком очень быстро и удобно в любом месте. Легко комбинировать с другими разрешенными продуктами в составе диет. И не стоит никакая проблема выбора, необходимости идти покупать какие-то отдельные продукты и из них что-то готовить. И сегодня я хочу привлечь ваше внимание к линейке специализированных лечебных продуктов питания под названием «Леовид Гастрова». Все, конечно же, слышали об этой марке «Леовид». И вот это специальная линейка от этой компании. Специализированные продукты «Леовид Гастрова» содержат овощи, зерновые и биологически активные компоненты лекарственных растений, которые нормализуют аппетит, улучшают процессы секреции, всасывания, благоприятно влияют на репаративные и иммунные процессы в слизистой желудочно-кишечного тракта, благоприятно влияют на деятельность нервной эндокринной системы, регулируют процессы пищеварения, защищают слизистую. Необходимо отметить, что обычные рационы питания не полностью обеспечивают поступление в организм важнейших микронутриентов, потому что должно быть сбалансированное питание. Кто из нас в обычной жизни задумывается об этом самом сбалансированном питании? Итак, в состав специализированных продуктов Леовид Гастрова входят такие ингредиенты, как овощи, фрукты, овес, семена льна, молочный белок, облепиха и так далее. Все эти ингредиенты преимущественно из растительных экстрактов и, соответственно, абсолютно безопасны и показали свою высокую эффективность. Давайте про некоторые продукты из этой линейки поговорим более подробно и посмотрим, какие же есть доказательства того, что они действительно эффективны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Каша овсяная с травами и семенем льна. В состав этого продукта входят слизистые вещества овса, семена льна, аира, ромашки, пектин, инулин. Эти вещества обволакивают и защищают слизистую оболочку желудка при ее воспалении, защищают слизистую кишечника от раздражения агрессивными компонентами, которые содержатся физиологически в просвете желудочно-кишечного тракта, а также от тех ксенобиотиков, то есть чужеродных агрессивных веществ, которые могут попадать в организм с лекарственными препаратами, с водой, с какими-то компонентами пищи и так далее. Также в состав этого продукта входят дубильные вещества зверобоя, граната, тысячелистника, мелисы. Они способствуют снижению и устранению болевых ощущений за счет противовоспалительного действия и восстанавливающего слизистую действие. Также этот продукт содержит комплекс витаминов, минералов, которые необходимы в лечении и профилактике обострений болезней желудочно-кишечного тракта. Продукт не содержит сахара, содержит стевию, поэтому может применяться для диетического питания у больных с сахарным диабетом. Соответственно, составу клинические эффекты данного продукта – это уменьшение и устранение боли, купирование чувства голода, уменьшение спастических сокращений желудка и кишечника, снижение выраженности или полное купирование тяжести в эпигастральной боли, боли в правом подреберье, тошноты и нормализация работы кишечника. Показаниями для каши овсяной с травами и семенем льна являются заболевания желудочно-кишечного тракта в период лечения и выздоровления, для профилактики обострений, для продления ремиссии и для купирования голодных болей. Проведено клиническое исследование влияния данного продукта на клинические симптомы у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Как вы видите, было две группы, основная, которая принимала данный продукт, и контрольная, которая соблюдала обычные какие-то диетические рекомендации в той или иной степени. И посмотрите, через 180 дней вот эти вот зеленые квадратики говорят нам о том, что практически все имевшиеся исходно клинические симптомы у пациентов, они практически исчезли. В отличие от контрольной группы, где их частота уменьшилась, но она еще достаточно высока. Это такие симптомы, как снижение аппетита, дискомфорт, ощущение, дискомфортное ощущение верхней трети живота, чувство тяжести в желудке, изжога, отрыжка, тошнота, метеоризм, расстройство стула, спастические боли в разных отделах живота и так далее. Частота болевого синдрома у пациентов основной группы, то есть той группы, которая применяла данный продукт, снизилась с 92 до 7%. В этом же исследовании изучалось влияние применения продукта на биохимические показатели. У этих больных больные, я напоминаю, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Обратите внимание, было отмечено снижение уровня глюкозы, аспарагиновой трансаминазы, гамма-глутамил, глютранспептидаза достоверно, общего билирубина, а также тенденция к снижению цирреактивного белка. Это очень важно, это показатель воспаления. И он снизился, и это говорит о том, что действительно имеются противовоспалительные действия. Далее, следующий продукт. Суп-пюре овощной с травами и овсянкой. Что входит в состав этого продукта? Прополис и девисил, которые создают неблагоприятную среду для хеликобактер пилори, золотистого стафилокока, кишечной палочки, дрожжеподобных грибов. И это обеспечивает, конечно же, благоприятные условия для заживления слизистой и для восстановления ее целостности и снижения воспаления. Радиола розовая позволяет снизить негативные последствия стрессорных воздействий на организм, в результате чего значительно уменьшается риск возникновения стрессорных эрозий в желудке. Такие компоненты, как каротиноиды моркови, тыквы, абрикоса, слизистые вещества овса, девисила, картофеля, куркумы, инулина, пектина, гуаровой камеди защищают слизистую оболочку и способствуют ее заживлению. Противовоспалительное действие обусловлено наличием в составе дубильных веществ барбариса, зверобоя и мелисы. И, конечно, здесь также содержится комплекс витаминов и минералов, дефицит которых имеется при любом заболевании желудочно-кишечного тракта. Соответственно, составу следующий клинический эффект оказывает этот продукт. Способствует снижению воспаления и заживлению слизистой желудка и кишечника, уменьшает и устраняет спастические сокращения верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта, то есть и в желудке, и в кишечнике, снижает тяжесть в эпигастральной области, боли в правом подреберье, тошноту, метеоризм, изжогу, отрыжку и нормализует работу кишечника. Показания. Заболевание желудочно-кишечного тракта в период лечения, выздоровления, для профилактики, для продления ремиссии и для оккупирования голодных болей. Ну и результаты клинических исследований для данного продукта. Их проведено было достаточно большое количество. Вы видите вот здесь ссылки. Это все публикации о результатах клинических исследований с применением супа пюре овощного с травами и овсянкой. Какие же были получены результаты? Получен противовоспалительный эффект. Выражался в снижении маркеров воспаления. Сои на 54%, циреактивного белка на 207%. Снижались уровни печеночных ферментов. В среднем АСТ на 16%, АЛТ на 32%, гамма-глутамилтранспептидаза на 27%. Отмечали снижение уровней холестерина и глюкозы в крови. И в целом отмечали снижение воспаления в желудочно-кишечном тракте, повышение эффективности противомикробной терапии, уменьшение и устранение дискомфорта. Вот, пожалуйста, одно из исследований, в котором изучался данный продукт. И мы видим, что действительно имеется выраженное снижение через 180 дней лечения уровней трансаминаз, аланиновой, аспарагиновой, гамма-глутамилтранспептидазы, общего билирубина. И посмотрите, в два с лишним раза снизился уровень циреактивного белка. Это больные с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Значит, мы точно видим, что воспаление действительно снизилось. И небольшая тенденция к повышению уровня общего белка. Еще один продукт – коктейль белково-облепиховый. Тоже специализированный пищевой продукт диетического лечебного и диетического профилактического питания. Что он содержит? Самое главное, он является источником высокого содержания полноценного белка – более 23%. Содержит облепиху, который способствует активному ранозаживлению и эпитализации слизистой. Овес, зверобой, подорожник, девесил защищают слизистую от раздражающих факторов, уменьшают спастические боли и создают нормальные условия для работы желудка и нежележащих отделов желудочно-кишечного тракта. Конечно, комплекс витаминов и минералов, которые необходимы для успешного лечения болезней желудочно-кишечного тракта и профилактики рецидивов. В клинических исследованиях, которых тоже было проведено много, и вы видите здесь большое количество ссылок, было показано, что коктейль белково-облепиховый способствует снижению маркеров воспаления цирреактивного белка в 2,5 раза, сои на 25%, обеспечивал обволакивающее и заживляющее действие, а также восполнял организм белком, и в анализах было отмечено повышение уровня белка, достоверное. Эндоскопически в ряде исследований было отмечено улучшение эпитализации и ускорение процессов заживления эрозии и рубцевания язв желудочно-кишечного тракта. Вот одно из клинических исследований влияния данного продукта на биохимические показатели у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Посмотрите, снизились уровни аланиновой и аспарагиновой трансаминаз через 180 дней лечения, уровня белирубина, достоверно практически в 3 раза снизился уровень цирреактивного белка, а также мы видим, повысился довольно значительно достоверно уровень общего белка. То есть это такой источник, существенный источник поступления в организм белка. Еще один продукт – кисель желудочный. Он как для взрослых рекомендуется, так и для диетического, лечебного и диетического профилактического питания детей раннего возраста, от одного года. Что содержит этот кисель? Прополис, который создает неблагоприятную среду для хеликобактер пилори, золотистого стафилокока, кишечной палочки, дрожжеподобных грибов кандида. Это обеспечивает благоприятные условия для заживления слизистой. Радиола розовая снижает негативные последствия стресса для организма и снижает риск возникновения стрессорных эрозий желудка. Каротиноиды моркови, тыквы, слизистые вещества овса, куркумы, пищевых волокон защищают слизистую оболочку и способствуют ее заживлению. Противовоспалительные действия оказывают дубильные вещества зверобоя и мяты, и противомикробные действия оказывают входящие в состав яблоки. Клинические эффекты. Повышение компенсаторно-адаптивных механизмов организма, поддерживается иммунологический статус, как клеточный, так и гуморальный иммунитет, и регулирует свободно радикальное окисление, которое, как известно, лежит в основе воспаления. Поэтому обеспечивается противовоспалительное действие, а также антидиспепсическое действие. Имеется обволакивающее действие, и в исследованиях было показано уменьшение боли и диспепсических явлений уже к 5-8 дню, а при стандартной терапии, то есть при отсутствии употребления данного киселя, только к 14-15 дню. То есть в два раза длиннее проводилось лечение, чтобы достичь уменьшения боли. В целом при применении данного киселя отмечается эпитализация быстрая, восстановление и защита слизистой желудка и кишечника, уменьшение и устранение дискомфорта и укрепление иммунитета. И вот клинические исследования, которые как раз изучали влияние этого желудочного киселя на разнообразные маркеры, биохимические показатели, показатели иммунного статуса, антиоксидантного статуса, эндоскопия проводилась. Что было показано? Было показано достоверное уменьшение абсолютно всех клинических проявлений, которые испытывали эти пациенты с воспалительными заболеваниями гастродуаденальной зоны. Что касается иммунного статуса, то здесь также показано, что пациенты, которые принимали данный фитокомплекс, продемонстрировали повышение иммунного статуса. Антиоксидантный статус также показал положительную динамику. И, наконец, эндоскопически было отмечено уменьшение воспалительных явлений, уменьшение отечности складок и улучшение эпитализации эрозии. Таким образом, лечебные диетические продукты линейки Леовид Гастро разработаны в соответствии с требованиями варианта диеты с механическим и химическим щежением. Это стандартная диета номер два. И рекомендуется для комплексного применения, то есть сочетать эти продукты для проведения лечебной диеты при болезнях желудочно-кишечного тракта. Например, на завтрак мы можем применять кашу овсяную с травами и семенем льна, на второй завтрак коктейль белково-облепиховой или кисель желудочной. На обед мы можем применять суп-пюре овощной с травами и овсянкой, и кашу овсяную с травами и семенем льна, и так далее. Дополнительно, конечно, можно применять диетические продукты, которые будут приготовлены самостоятельно. Еще несколько слов о том, что при любом заболевании желудочно-кишечного тракта имеется повышенная потребность в витаминах и микроэлементах. Обязательно возникает дефицит пищевых веществ, потому что нарушено пищеварение. Значит, нарушен либо синтез этих витаминов, да, либо нарушено их усвоение витаминов и микроэлементов. Поэтому хочу представить вам еще один продукт. Это витаминно-минеральный комплекс гастробинфорте. В его состав входят витамины и минералы в большом количестве, прополис и тысячелистник, которые создают неблагоприятную среду для хеликобактер пилори, облепиха, бета-каротин, цинк, витамины, которые способствуют эпитализации эрозии и заживлению слизистой. И, наконец, солодка, прополис, ромашка, тысячелистник, мята. Они способствуют уменьшению болевых ощущений и обладают противовоспалительным действием. Таким образом, лечебное питание линейки Леовит-Гастро имеет широкие показания к применению. Их можно применять в стационаре в дополнение к больничному питанию. А в амбулаторной практике, конечно же, применяется как самостоятельное лечебное питание в период лечения болезней желудочно-кишечного тракта и в фазе выздоровления, то есть долечивания этих заболеваний, для повышения эффективности лечения воспалительно-эрозивных заболеваний желудочно-кишечного тракта, для повышения эффективности противовоспалительной и противоязвенной терапии, для ускорения разрешений разнообразных диспепсических синдромов, жалоб, для сокращения сроков лечения, для профилактики обострения и продления ремиссий и, конечно, эпизодически для оккупирования голодных болей. Единственным противопоказанием является индивидуальная непереносимость компонентов данных продуктов. Хочу также обратить ваше внимание, что лечебное питание линейки Леовид Гастро можно купить на интернет-площадках, но чаще всего его можно приобрести в аптеках. И это очень важно. Посмотрите, среди всех представленных здесь точек, где можно приобрести данное лечебное питание, только три интернет-площадки, все остальное – это аптеки. Это очень важно. Это говорит о доказанной эффективности и доказанной безопасности этого лечебного питания. И оно имеет как раз сертификат таможенного союза, о котором я ранее говорила. То есть соответствует всем требованиям лечебного, диетического и лечебного профилактического питания. На этом у меня все. Спасибо большое. Всего хорошего. Компания Леовид Нутрио была основана в 1999 году и в настоящее время является одной из крупнейших российских компаний, производящих натуральные продукты для сохранения и укрепления здоровья. Основные направления деятельности компании – это разработка и производство натуральных продуктов, лечебного и профилактического питания, витаминно-минеральных комплексов, витаминизированных и специализированных продуктов, биологически активных добавок. Продукция компании включена в систему санитарно-курортного лечения и является важной составляющей региональных государственных программ по оздоровлению населения, а также экспортируется в страны Ближнего Востока, ЕС и США. Это единственная российская компания, одновременно охватывающая такое количество рынков сбыта. Вся продукция компании Леовид Нутрио, в том числе биологически активные вещества, производится на основе натуральных природных компонентов и не содержит искусственных красителей, улучшителей вкуса и консервантов. Компания Леовид Нутрио имеет более 150 дипломов и сертификатов за качество продукции, а также владеет патентами, которые являются основой для инноваций. Собственная лаборатория и профессорский состав компании помогают постоянно вести исследования в области разработки новых поколений продуктов с учетом потребностей современного общества. Именно это способствует расширению ассортимента, пополняя его все новыми полезными продуктами, которые востребованы на пищевом и фармацевтическом рынке. Продукция Леовид Нутрио поставляется вооруженной силой и на крупные производственные предприятия России, а также представлена в магазинах и аптеках. Успех любой компании во многом зависит от деятельности сотрудников. Именно поэтому в компании Леовид особое внимание уделяется корпоративному обучению. Сотрудники компании принимают участие в специализированных тренингах, семинарах, выставках, тем самым постоянно повышая свою квалификацию. Миссия компании – делать людей счастливее, создавать полезные для здоровья продукты, постоянно совершенствоваться. Компания Леовид. Заботимся о здоровье, уверенно смотрим в будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова